Для нас очень важно разобраться, любит ли нас другой человек, но мы очень редко задумываемся над тем, любим ли мы другого человека на самом деле. Очень часто мы придумываем себе какую-то любовь, заигрываемся в нее и в результате это приводит к тому, что отношения просто разваливаются. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт-эксперт по отношениям и сегодня мы говорим о такой вот важной теме, в каких ситуациях мы сами себя обманываем, что любим. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и мы начинаем. Первая ситуация, когда мы ведем себя вроде бы как из мотивов любви, но на самом деле это такое разрушительное поведение в отношениях, это ситуация, когда мы идеализируем свой образ. То, что я сейчас скажу сейчас и далее, касается в равной степени и мужчин и женщин, но для того, чтобы примеры были более яркие, более понятные, я буду брать конкретно или мужчину, или женщину. Вот возьмем такую женщину, которая была в отношениях, которые как-то не очень хорошо закончились и она почему-то решила взять на себя вину за то, что она вроде бы как не смогла в этих отношениях чего-то добиться. Ей кажется, что она была недостаточно терпеливой, недостаточно, скажем, какой-то нежной, вот чего-то она там не доделала. И она думает, что я эту ошибку больше не повторю, в следующих отношениях я буду просто идеальной. И вот эта женщина встречает мужчину и старается быть идеальной собеседницей, идеальной подругой, идеальной любовницей, идеальной в понимании всех его интересов и вообще всех каких-то сфер. Предположим, если они собрались вместе, она готовит, она идеальный повар. И вот такая идеализация какое-то время продолжается, но естественно трудно быть богом, поэтому в какой-то момент наступает декомпенсация. Женщина срывается, поскольку у нее заканчивается ресурс играть несколько этих идеальных сценариев по всем фронтам. Что в такой ситуации происходит? Дело в том, что мужчина ведь привык видеть рядом с собой идеальную женщину. Более того, он подстроился к этому, он как-то свыкся с этим. И вот он каждый день звонит женщине в какое-то неудобное для нее время и начинает ей рассказывать о каких-то своих проблемах на работе. То есть такой вот, нашел себе такого домашнего психолога. Женщина его выслушивает, потому что она идеальный собеседник, она просто вот идеальный такой компаньон. Но в какой-то момент у нее просто уже нет сил его выслушивать и она, например, ну или как-то ему резко отвечает, чтобы пойти доктора себе найти. Или трубку бросает, или просто не берет трубку. И у мужчины происходит резкое несоответствие ожидания и реальности, потому что всегда она была идеальна, всегда она меня слушала, а здесь она так вот повела себя. Это очень плохо влияет на отношения, либо отношения заканчиваются, либо какие-то непонятные начинаются разборки. Все идет не так, как нужно. И женщина в результате укрепляется в этом вот идее самообвинения, что я недостаточно хороша. То есть я старалась, но у меня не получилось. Соответственно, в следующий раз, как ей кажется, мне нужно быть еще более идеальной. А проблема-то вся в том, что вместо того, чтобы позволить себе любить в этих отношениях, позволить себе быть любимой, женщина с самого начала выполняла какие-то программы, которые сама себе выставила и не находилась в этих отношениях. Она как будто бы, ну так и говорится, отбивала программу. Вторая ситуация, когда мы действуем как бы из мотивов любви, но эти действия разрушительные, это когда мы стараемся быть максимально нужными и заботливыми. То есть это такая ситуация, когда мы проявляем заботу за нашим партнером, и эта забота становится такой вот, ну как будто бы немножко удушающей. Ну, предположим, женщина постоянно мужчине помогает в быту, например, гладит за него рубашки, сортирует за него белье, не знаю, заполняет какие-то за него документы, которые ему сложно заполнить, типа там квитанции. Или мужчина живет с женщиной, которая временно не работает и просто помогает ей деньгами. Он не помогает ей написать резюме, он не помогает ей устроиться на работу, если у нее есть такая возможность. Он просто вот делает ей, дает ей не удочку, дает ей рыбу. В такой ситуации, естественно, эти отношения становятся зависимыми, где есть жертва и спасатель. Жертва, так сказать, обстоятельств и спасатель этой вот жертвы. Нам очень важно в любви понимать, что другой человек нас любит просто так, вот не за что. Но иногда у человека может быть какая-то заниженная самооценка, какие-то травмы прошлого, которые как бы ему заставляют сомневаться в том, что его можно любить просто так, не за что. И он старается быть каким-то очень нужным. В такой ситуации человек как бы заигрывается в такого властелина и начинает как будто бы приручать своего партнера. Понимаете, мы в ответе за тех, кого приручили. Но дело в том, что наш партнер не животное, его не нужно приручать. И ответственность за партнера должна быть на партнере, а ответственность за нас должна быть на нас. Люди часто думают, что любовь это такое смирение, принятие и терпение, очень много терпения. И если в былые времена это касалось в большей степени женщин, то сейчас и мужчины часто начинают так думать. Представьте себе такую ситуацию, когда ваш партнер вас часто намеренно или ненамеренно оскорбляет, как-то унижает, делает в принципе какие-то поступки, которые вам кажутся недостойными, касаемо кого угодно. И вы все терпите, вы как-то молчите, вы все надеетесь, что он извинится, но он все не извиняется и не извиняется. И вы все терпите и терпите. К чему это может привести? Это приведет к двум вещам. Либо если вы будете постановить терпеть ради как бы любви то, что человек вас унижает, то вы будете становиться все хуже, хуже и хуже. Ваша самоуверенность, ощущение самоценности будет все уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться и качество вашей жизни ухудшится. Либо вы будете терпеть до поры до времени и потом произойдет вот это вот такая взорвется мина замедленного действия. То есть сколько можно тебя терпеть и отношения разрушаются. Очень важно, чтобы в отношениях был вот этот вот ясный контакт. Если вам не нравится то, что делает другой человек, то вы не должны терпеть всегда, вы не должны молчать всегда. Очень такой сложный ответственный момент. Дело в том, что жертва также имеет свою долю ответственности за насилие, которое по отношению к ней демонстрирует агрессор. Если вы терпите и молчите, то вы таким образом потакаете агрессору. Бывает, что из мотивов любви мы стараемся принижать себя в ситуации, если мы имеем какие-то объективные преимущества перед нашим партнером, чтобы его не обижать. Знаете, в нашей культуре принято, что любовь, она связана в том числе с жертвенностью. И бывает такая ситуация, что женщина больше зарабатывает, чем мужчина. И она как-то старается более скромно себя вести, скромно одеваться, как-то вообще не тратит деньги очень много. Или там мужчина, скажем, более интеллектуален, чем женщина. И он как-то вот таким более глупым каким-то себя показывает. Это чем-то похоже на то, как высокие женщины рядом с низкими мужчинами сутулятся, чтобы как-то вот снизить эту разницу между ними. Тут нужно разобраться, что вот эти ситуации, когда вы объективно лучше в чем-то, чем ваш партнер, они делятся на две категории. Когда партнер имеет объективные, так сказать, предпосылки к росту, и когда он не имеет. Ну, грубо говоря, если женщина просто генетически выше, чем мужчина, то он не может взять как-то постараться и вырасти. Но если, например, женщина зарабатывает больше, чем мужчина, то мужчина может зарабатывать больше, потому что это такой параметр, который можно изменять. Так вот, если вы вместо того, чтобы подтягивать своего партнера до своего уровня, сами опускайтесь на его уровень, в такой ситуации вначале, конечно, это может работать. Потому что, ну, во-первых, вы можете какое-то время терпеть и ужиматься, а во-вторых, другой человек вас еще не так близко знает, и он как бы верит в эту вашу игру. Но мы чем дольше в отношениях, тем мы ближе узнаем друг друга, больше сближаемся. Но в тот момент, когда ваш близкий партнер увидит вас достаточно близко, он увидит это вот несоответствие, это неравенство, он ужаснется ему и может от вас отшатнуться. То есть, опять же, вот эта вот игра в такую жертвенность и какое-то упрощение, она приводит к тому, что потом отношения разрушаются. Любовь, если говорить о любви не как о чувстве, а как о понятии, это такое очень сложное, комплексное понятие. Бывают ситуации, когда человек точно знает, что он любит, а бывает, что он сомневается, ему сложно понять, любит он другого человека или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас такие ситуации, когда вам было непонятно, вы другого человека любите, или вы себе придумали эту любовь. Это вам так кажется, что вы его любите. На этом все, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.